Субтитры сделал DimaTorzok Давно не виделись. Эта серия непростая. Я думаю, вы уже поняли почему. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В этой серии я хочу рассказать о том, как все начиналось, как тянулось и как мы пришли к тому, к чему пришли. Это будет такая небольшая ретроспектива с налетом некой автобиографичности, потому что история этой машины, история в отчасти, можно сказать, моей жизни и уж точно моих путешествий, они неразрывно связаны. И при чем здесь все-таки корабль Тесея? С самого момента покупки машины я знал, что у нее есть проблемы по кузову. Знал, но на тот момент они не были такими уж критичными. И у меня не было возможности, да и желания, честно говоря, ими заниматься. Поэтому я не мог или выбрал ими не заниматься. Как-то так оно все с самого начала и пошло. Легенда свозила нас с Сашей на Кавказ зимой 17-18 года, почти сразу после покупки и, в общем, без какой-либо подготовки. Летом 18-го года мы снова съездили на Кавказ. Потом был 19-й год, который из-за множества мелких проблем с машиной и нехватки у меня опыта и денег, мы проездили на ландровере с Гришей. К зиме 19-20 года легенда снова встала в строй, и мы решили поехать в Крым. Неплохая и интересная получилась поездка, но, к сожалению, фильма о ней нет и не будет, потому что мы снимали на айфоны, на стороннее приложение, и, в общем, все файлы оказались запороты. А то, что было снято не на телефоны, ну, из этого просто ничего было не слепить. Поэтому, к сожалению, о поездке в Крым можно прочитать только на драйве, посмотреть фотографии, там довольно большой подробный отчет, но видео нет. Тем не менее, некоторые фото вполне неплохо передают то, как на тот момент уже начинала выглядеть легенда. Потом весна 20-го года, ковид, локдауны, мы запланировали групповую поездку в три машины по Волжью, но по понятным причинам эта поездка отменилась. Тем не менее, именно тогда впервые мы пожили долгое время за городом. Мы примерно полгода жили вне Москвы и поняли, что, наверное, так жить нам нравится гораздо больше, чем в Москве. Но об этом чуть-чуть попорчем. В конце лета 20-го года мы, наконец-то, реализовали наше давнее желание и поехали на крайний север, на рыбачье. И снова машина, в общем, не подвела. Да, конечно, были какие-то мелочи, но без них в этой машине, похоже, просто никуда. Съездили отлично, вернулись, все было здорово. Осенью же 20-го года случился самый длинный простой легенды за все время. Около месяца, даже больше, наверное, она стояла, пока я ждал приезда нового бушного ТНВД. Потому что мой старый весь решил облиться с солярой, и я припарковал машину, и она просто стояла весь октябрь и, по-моему, часть ноября до тех пор, пока я не отвез ее к дизелисту. И он не вкинул мне насос, который я купил за очень приемлемые по тем даже временам деньги. И с тех пор я на этом насосе езжу, он меня не подводит уже, наверное, 1100 километров. В январе 21-го года мы поехали в Дагестан. Вообще, с 20-го года, с лета 20-го года, Тойота ездила практически каждый день, потому что мы вернулись в Москву, и я начал ездить на ней на работу. Кузов к тому моменту уже начинал, конечно, конкретно сдавать, но машина исправно продолжала ездить, за исключением вот этой вот неприятности с ТНВД. Весной 21-го года дальников не случилось, но летом 21-го года мы начали готовиться к августовской-сентябрьской поездке снова на Кольский полуостров, на этот раз в Хибины. И эта поездка тоже состоялась и прошла без каких-либо проблем. После этой поездки мы решили рискнуть и осуществить наше давнее желание о переезде на юг на зиму. И уехали в Горячий Ключ, и провели там зиму. Уехали мы в октябре и вернулись только в конце марта. Прекрасное было решение, я до сих пор с теплотой в то время вспоминаю. И опять же Toyota не подвела, один раз надо было перебрать, благо там нашелся прямо в Горячем Ключе Мастер, переднюю, по-моему, правый кулак. Подшипники поменяли, фетры, ну то есть ничего серьезного, можно было в принципе и дальше ездить на самом деле. Я уже не помню, почему я решил это сделать. Но на тот момент уже, на тот период времени, начало 22-го года, Toyota выглядела, ну, так себе, это рамка лабаша, залепленная скотчем. Ну, в общем, зрелище она начинала представлять собой достаточно умно. Кстати, в январе 21-го года, во время одного из наших коротких визитов в Москву, я перевез из Ясенева, из гаража Димы, механика, который делает, в общем, в основном Toyota, часть кузовни, которую я уже на тот момент начал собирать. Что-то мне отдавали друзья просто так, что-то я купал. Вот, я вывез из его гаража-склада свою кузовню на участок к родителям. Наступила весна 22-го года. Мы купили участок в Подмосковье, и Toyota, помимо всего прочего, начала еще и вывозить на себе все тяготы стройки. Таскала прицеп, возила на крыше стройматериалы, в салоне стройматериалы, инструменты и так далее, и так далее. В общем, работала она, ну, буквально каждый день. И плюс я продолжал ездить на ней и на работу, и по делам, и вообще везде, потому что это была единственная машина, и у нее просто не было варианта. Машиной я буквально просто пользовался. То есть я ее не чинил, она не ломалась. Да, я менял какие-то расходники, обслуживал ее, но в общем и целом она просто ездила. И становилось все печальнее и печальнее внешне. Да, рамку лобаша мне Дима перевалил, но остальное по-прежнему вызывало, мягко говоря, смешанные чувства. Я понимал, что бесконечно так продолжаться не может. Поэтому весной 22-го года я начал активный поиск и покупку кузовных элементов. То есть у Тойоты достаточно сложные кузовные формы, ее нельзя, как какой-нибудь старый Land Rover или УАЗ, переварить из листов. Самым правильным решением на тот момент было закупать кузовные части. То есть я не мог позволить себе купить капсулу сразу, потому что мне негде было ее хранить, это дорого, это дорогая логистика. Ну, в общем, я выбрал путь переварки по частям. То есть я искал кузовные части в нормальном состоянии, которые отпиливались с максимальным сохранением заводских стыков. Чтобы потом Дима это все просто высверливал и отпиливал старые части и заменял на не новые, но нормальные. Таким образом куча металлолома на участке копилась и потихоньку увеличивалась в размерах. Движемся дальше. Зима 2022 года. Очередная наша поездка на Кавказ, всего на неделю в Кисловодской окрестности. Очень душевная вышла поездка с небольшими проблемами по топливной, но в остальном просто прекрасная. На новогодние праздники 2022-2023 года мы решили остаться дома, никуда не поехали и просто отдыхали. А вот весной 2023 года, на майские праздники, мы поехали в Поволжье, в полностью новый, незнакомый для нас регион. И мы снова ощутили вот этот вот вкус приключений, поездки по местам, где ты никогда не бывал. Где каждый поворот дороги, каждая новая локация, это вот прям что-то новое. Новые эмоции, новые впечатления. Поволжье прекрасный регион, огромный, с кучей интересных мест. И мы обязательно туда вернемся и посетим те места, которые по разным причинам тогда посетить не успели или не смогли. Лето 2023 года прошло в работах по дому, по участку, но в конце, в конце августа, мы снова поехали в Дальняк. Вдохновленные эмоциями от новых для нас мест, от Поволжья, мы решили эту тенденцию продолжить и снова поехать туда, где еще не бывали. И поехали на Южный Урал и Приурали. Уже на подъезде к дому, в 300 километрах всего, в Муроме, у меня открутилась гайка хвостовика заднего редуктора. Я скинул задний кардан, как-то, кое-как-то затянул эту гайку, и мы доехали до дома. А потом я просто продолжил ездить на переднеприводной Тойоте с включенной межосевой блокировкой. И ездил так несколько месяцев, пока не решил залезть в задний редуктор, скинуть крышку, посмотреть на пятно контакта. Я посмотрел, все было нормально. И я просто накинул обратно задний кардан и продолжил ездить. И с тех пор так и езжу, ничего с ним не делал. Возможно, мне повезло. Ничего не воет, не гудит. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, все нормально. И вот эта серьезная неприятность в очередной раз натолкнула меня на мысль о том, что если с машиной ничего не делать, то однажды она встанет на колени и с них уже не поднимется. Но были и приятные моменты. В конце ноября 23-го года, практически на мой день рождения, легенда, благодаря вам, подписчикам, читателям, зрителям, выигрывает кубок машины дня на сайте drive2.ru, самым популярным автомобильным сайте в стране. Я не перестаю смеяться с иронией этой ситуации, потому что худшая 80-ка из всех стала не только машиной дня, но и поднялась на первое место в списке топов, самых популярных машин среди моделей Toyota Land Cruiser 8. Вот так вот. Самая худшая Toyota оказалась самой лучшей. Зима 24-го года прошла без приключений. И вот мы подходим к весне 24-го года. Я перебрал стартер, перебрал задние тормоза, сделал тормозную трубку, и наконец-то появилась подменная машина. Мой друг Гриша, с которым в 19-м году мы вместе путешествовали, одолжил мне свой Land Rover Discovery 2. И это позволило мне разгрузить легенду от каждодневных обязанностей. И это был шанс, который я не мог упустить. Я собрался с силами, собрал себя в кучу, и решил отдать Toyota Dima. Естественно, это все было предварительно оговорено, это все надо было подгадать и так далее, но тем не менее, в конце весны машина уехала к Диме для того, чтобы быть распиленной, а потом запиленной вновь. Параллельно с этим и предварительно с этим я продолжал закупать кузовню. Я уже даже сейчас не помню конкретно, что и когда там покупалось, но когда я поехал к Диме, я полностью опустошил салон Toyota, ободрал до металла, и она была под крышу, забита всяческой кузовней. И все это дружной кучей уехало к Диме. Все лето легенда провела у Димы. Да, там были заминки, были проволочки, были неожиданные проблемы, где-то я тупил. В общем, затянулось это все. Я планировал, что это закончится немножко быстрее, и в основном моя вина, что это закончилось в конце сентября. Например, двери, которые мне достались несколько лет назад, оказались все плохими. И пришлось искать, покупать, заказывать, ждать новый комплект дверей, пока оно все приехало, пока покрасилось, остановилось на машину. Оказалось, что две банки одной и той же краски из разных партий имели немножечко другой цвет, поэтому вы можете видеть с некоторых ракурсов, это хорошо видно, что машина немножко двухцветная. То есть она, ну, не выглядит прям вот на 100 из 100, прямо скажем. Но меня это устраивает, на самом деле, искренне это вам говорю, потому что у меня не было цели машину реставрировать. Это да большой, да объемный, глубокий, но все равно гаражный ремонт. Это ни в коем случае не реставрация. Тем более, машина, самое главное, что сейчас хорошо подготовлена, ее можно в любой момент просто загнать к Диме и целиком облить в такой же цвет или в чуть-чуть другой оттенок, как захочется. Потому что это будет сделать уже гораздо проще, чем то, что было сделано этим летом. Ну, по крайней мере, теперь это выглядит как автомобиль, особенно издалека. Ну, естественно, там Дима не только кузовней занимался, по технической части многое тоже было сделано. Но это не тема этого видео, это не особо важно. Сейчас машина едет хорошо, выглядит хорошо, и, я надеюсь, еще какое-то время, без серьезных поломок, сможет возить нас в поездки. Тем более, сейчас появилась основная такая everyday машина, это Honda. На драйве она есть, видео она вряд ли будет мелькать, разве что как-то эпизодически. На ней мы уже съездили в Карелию, пока Toyota была распилена. Съездили прекрасно, очень хорошо. Опять же, на драйве про это есть статейка, я писал про это и выкладывал фотографии на свой телеграм-канал. И Toyota сейчас, наконец-то, спустя столько лет, снова перешла в разряд машины выходного дня. Ну, или автомобиля, когда надо там потягать прицепы, или что-то большое перевезти, чтобы в Honda не влезать. Этого момента я ждал очень долго. И это такая ситуация, такой режим эксплуатации, в котором даже вот эта машина с уже очень изношенными агрегатами, с черт знает насколько маленьким оставшимся запасом прочности и ресурсом, сможет еще поездить. Вопрос, который всех волнует. Сколько же это стоило? Почему еще я рассказал эту историю так подробно? Чтобы вы понимали, что я копил вот эти кузовные детали больше трех лет. Что-то у меня лежало лет, наверное, пять. И очень сложно на данный момент посчитать, сколько это все стоит на сегодняшний день. Тогда, весной 22-го года, когда была закуплена большая партия кузовни, я потратил около 200 тысяч, чуть поменьше. С тех пор подорожала и логистика, и сами запчасти. Некоторые вещи я просто не стал покупать и рисковал. Например, крылья у Toyota пластиковые. Рамка поворотников пластиковая. Потому что за хорошее крыло на разборках сейчас просят от 30 до 60 тысяч рублей. Тогда как пластиковые крылья, которые сняты по новому оригиналу, стоят 25, по-моему, за штуку. Ну, то есть, вы понимаете, что уже некоторые решения, они отличаются от того, какие решения можно было бы применять 2-3 года назад. В общем, на круг, наверное, за эту весну, это лето, вместе с работами, я потратил еще где-то тысяч, ну, 400. То есть, ну, больше 600 тысяч вышло, я думаю, суммарно все. Но я могу ошибаться, ну, примерно, больше 500 точно. Я не вел четко, вот, точную, прям, калькуляцию, потому что, ну, зачем себя расстраивать? Оно как-то делается, как-то там что-то покупается, и нормально. В общем, ориентир такой, 500+. Дорого это или нет, ну, каждому я предоставлю право решать самому. На самом деле, я считаю, что на сегодняшний день это недорого. Но 500 тысяч рублей вы машину сейчас не купите. То есть, если и купите, то это будет что-то, ну, очень условное. Не так, чтобы прямо вот машина-машина, если мы говорим про внедорожники. Вот, поэтому, в принципе, с учетом всего, на данный момент, наверное, стоимость Тойоты, я бы оценил, где-то миллион рублей. А миллион рублей, на данный момент, опять же, по моему личному мнению, это новые 300 тысяч. То есть, прошло 7 лет, а легенда за 300, все еще осталась легендой за 300. Так при чем же здесь парадокс Тисея? Что это вообще такое? Парадокс Тисея или парадокс корабля Тисея? Это философский вопрос. Был такой корабль, который каждый год выходил в плавань. Возвращался в родную гавань, и там его ремонтировали, заменяя часть поврежденных досок. И через энное количество лет ни одной оригинальной доски в этом корабле не осталось. И вот вопрос. Тот же самый это корабль, который был изначально? Или уже совершенно другой? Вот в Тойоте этот вопрос, в принципе, очень актуален. Потому что раньше я смеялся над машинами, которые там были собраны из двух-трех. У меня машина собрана из деталей, я не знаю. Ну, наверное, десяти машин точно может быть больше. Как вы думаете, та же самая эта машина или нет? Я считаю, что на самом деле да. Та же самая, несмотря на то, что в ней не так уж и много чего осталось родного. Ну, просто я так считаю, это мое мнение, вы можете быть со мной не согласны. Но, тем не менее, для меня это все та же самая легенда за 300. Ну, и давайте как-то закругляться потихоньку. Я, наверное, сказал все, что хотел. Переварка кузова – это, конечно, веха. Это огромное достижение для меня. И я очень сильно, искренне благодарен всем, кто каким-либо образом принимал участие в этом процессе. Подписчикам, донатерам на Бусти, тем, кто давал какие-то советы, тем, кто подсказывал мне, помогал найти запчасти. И, конечно, тем, кто непосредственно принимал участие в работах. Огромное отдельное спасибо Диме за то, что он взялся за это, за то, что он не подвел. За то, что он сделал свою работу очень хорошо. Ну, и, естественно, спасибо Саше, которое все эти годы поддерживало меня и в сложные моменты, когда я думал эту машину продавать. Она не дала мне это сделать в один момент. Вот. Наверное, на этом все. Подписывайтесь на Телеграм-канал, подписывайтесь на Драйв 2, на этот канал подписывайтесь. У меня есть Бусти, ссылочки в описании. Ну, и на этом все. Спасибо за то, что досмотрели до этого момента, до самого конца. Обязательно будут новые фильмы, новые серии, новые поездки. Ну, а пока... Пока. Все, Саш.